Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки и все о нашем здоровье на одном канале! Ну что ж, поехали! Почему богатые родители массово отказываются передавать свои миллионы родным детям? Дети обеспеченных родителей чаще вызывают у простых людей не восхищение, а скорее раздражение. Родители, которые все время уделяют карьере или бизнесу, физически не успевают дать своему ребенку правильное воспитание. Поэтому мы так часто слышим, как ребенок очередного богача наделал глупостей и опозорил родительскую фамилию. Мы уже не удивляемся, когда кто-то из богатых людей публично объявляет о решении не оставлять состояние своим детям и внукам, а подарить наследство благотворительным организациям. Нам стало интересно поразмышлять на эту тему. Любящие родители пытаются дать детям все самое лучшее, и мама и папа с грустью вспоминают лишение своего детства, а потом лезут из кожи вон, чтобы дать малышу то, чего их родители не могли дать им. Насколько это правильно? Почему тогда богатейшие люди мира, которых вряд ли можно считать недальновидными, отказываются передавать нажитое непосильным трудом состояние своим самым близким людям – детям. Успешный шеф-повар Гордон Рамзи владеет состоянием в 160 миллионов долларов, но своим четверым детям он состояние не оставит. Достаточно сказать, что дети Гордона летают в самолете эконом-классом, а он с женой первым. Мужчина объясняет, что не хочет разбаловать детей. В дальнейшем он не планирует им помогать даже с покупкой отдельного жилья. Певец Стинг, чье состояние приближается к 300 миллионам долларов, на шестерых детей не оставит ни цента. Артист уверен, что только тяжело работая, его дети смогут добиться чего-то стоящего в жизни. «Я сказал, что много денег не оставлю. У нас хватает расходов», сказал Стинг. «Не хочу оставлять детям тяжкую ножу трастовых фондов. Они должны работать. Все мои дети знают об этом и редко меня о чем-то просят, что достойно уважения», – добавил музыкант. Кстати, сейчас Стинг не только отец, но и дед. У него есть три дочери и трое сыновей, младшему из которых 18, а старшему 37 лет, а также один внук. «Я никогда не скрывал свой возраст. Я отец и дед и очень горжусь этим», – добавил он. Также в интервью Стинг рассказал о своем собственном детстве и нелегком пути к славе. Его отец был молочником, а мать – парикмахером. Семья его родителей распалась, когда он был совсем маленьким, а папа, с которым остался жить мальчик, никогда не поддерживал его увлечения музыкой. Но уже тогда, будучи 10-летним ребенком, Стинг решил, что непременно станет богатым и знаменитым. Композитор Эндрю Ллойд Уэббер за 50 лет активной деятельности заработал больше одного миллиарда долларов, но делиться состоянием с детьми не намерен, так как не хочет, чтобы дети потеряли стимул к работе и самосовершенствованию, имея достаточно денег для жизни. Все деньги планируют отдать на развитие музыкальных проектов и поддержку начинающих музыкантов. Режиссер Джордж Лукас может похвастаться состоянием в 5 миллиардов долларов, однако четверых детей он намерен оставить без наследства, чтобы они оставались самостоятельными и целеустремленными. Все деньги планируют направить на помощь малоимущим и улучшение школьного образования. Богатейший человек планеты Билл Гейтс стал одним из первых миллиардеров, кто решил отдать все состояние на благотворительность, в частности, на медицинские исследования. А вот трем детям основателя Майкрософт достанется только по 10 миллионов долларов. Гейтс уверен, что его потомки получили хорошее образование, а это куда полезнее больших денег. Действительно, большие деньги не лучшее, что могут родители оставить своим детям. Тем больнее смотреть на несчастных молодых мам и пап, которые жертвуют своими увлечениями, общением с близкими и даже здоровьем, чтобы больше заработать денег на нужды ребенка. Дети таких родителей не получают качественного воспитания. Они не знают, как отличать хорошее от плохого. Все необходимые для жизни навыки и знания они получают от чужих людей. Неудивительно, что любящие родители затем не могут узнать свое чадо и спрашивают, разве таким мы тебя воспитали? Возможно, людям необходимо придавать большее значение образованию и воспитанию своих потомков, чтобы те не потерялись во взрослом мире даже без миллионов на счетах. Разве не это лучшее наследство? Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!